Заранее нужно приготовить почву. Опытный огородник Мария Гарабшина именно подготовке почвы под осенней культурой уделяет особое внимание. Нужно убрать все корешки и обязательно внести минеральное удобрение. А для чеснока нужна еще одна подкормка. Не забываем про залу. Вносим хорошо, потому что чеснок не любит кислых почв. Затем делаем бороздочки. После того, как сделали бороздочки, используем вот такой вот помогатор, можно сказать. Делаем глубокую ямку. Берем чеснок и глубоко на 15 сантиметров туда его засовываем. У опытного садовода-огородника Марии Гарабшиной огородный сезон круглый год. Как только один овощ отправляется в кладовую, приходит время для посадки другого. Сейчас самое время для посадки луковичных. В наших огородах из луковичных по популярности на первом месте всегда чеснок и тюльпаны. Беру вот такой вот очень удобный ящик для тюльпанов. Наполняю его песком, выравниваю и закладываю туда. Очень удобно закладывать туда луковицы тюльпанов. А затем я эту корзину обязательно посажу на 10 сантиметров, чтобы земля еще покрыла. Эту корзину посажу и буду ждать дружных сходов. А в июле, когда уже мои тюльпаны отцветут, вот эту корзину очень удобно вытаскивать из земли. Необычно теплая осень этого года – настоящий рай для огородников. Сезон продлился на целый месяц. К тому же уже календарный октябрь. А настоящая октябрьская прохладная и дождливая погода где-то затерялась. Особенно радуют цветы. Цветут кто по второму, а кто и по третьему разу. Теплая затяжная осень дает нам возможность как можно дольше понаслаждаться вот этой красотой. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Заенска.